Привет всем, кто зашел ко мне на канал Саляви. Сегодня мы с вами поговорим об Африке, о Нигере, о большой африканской войне, которая назревает. С какой стороны это для России и для нас, россиян, может быть интересно и важно. И также поговорим о двойных стандартах. Почему один государственный переворот называют борьбой за независимость, за свободу, а другой пучем, хунтой и так далее. Где, так сказать, пропаганда, где историческая справедливость, в чем нюансы. Сегодня на эту тему тоже расставим определенные точки над «и». Но приступим уже, чтобы не болтать зря. С какой же точки зрения это все касается России? Очень даже. Динамические события в Африке – часть глобального процесса борьбы за многополярный мир против гегемонии Запада. Да, к тому же Россия в лице ЧВК «Вагнер» оказала очень большое влияние на эти изменения. И надо сказать, что разворот, который сейчас происходит на политических аренах Африки и в сознании миллионов африканцев, это не только разворот от западных партнеров, от своих бывших хозяев, но и поворот в сторону России, в которой они видят более справедливого партнера на перспективу. Итак, Нигер. Краткое содержание событий последних дней и лет заодно. Недавно произошел государственный переворот в Нигере. Как его правильно назвать, да? В западных СМИ вы, конечно же, увидите такие выражения, как пуч, хунта, незаконная антиконституционная узурпация власти и все в этом стиле. Сравним, кстати, с риторикой переворота 2014 года на Украине, где госпереворот назвали, конечно же, революцией достоинства, борьбой за независимость и так далее. Ну, это так, в скобочках к вопросу о двойных стандартах. Соответственно, в антизападных СМИ вы услышите совсем другие выражения в стиле. В Нигере свергли про западного президента. Народ Нигера борется за свою независимость от неоколониального западного режима и так далее. Я лично придерживаюсь именно этого взгляда на вещи и с вами им делюсь. Кстати, мы вернемся еще к этой теме во второй части видео, где я объясню, почему именно так, а не иначе, и в чем разница между незаконной узурпацией власти и борьбой за независимость. Так вот, новая власть в Нигере велела французам убираться из страны. Звучат антифранцузские лозунги. Население, которое массово поддерживает эту новую власть, тоже выступает. Я думаю, многие видели эти кадры в разных СМИ, в том числе и в западных. Это уже невозможно скрыть у людей. Антизападное настроение, пророссийское. Ситуация просто налицо. Какие были ответные меры со стороны стран-соседей? Мали и Буркина-Фасо, конечно, поддержали данные события, поскольку в этих странах самих произошли подобные перевороты. А сообщество западно-африканских стран Экуваз выдвинуло Нигеру ультимату восстановить в должности прежнего президента Мухаммеда Базума и восстановить конституционный порядок в стране в течение недели. В противном случае группа примет меры, включающие насилие, то есть угроза перейти к военным действиям каким-то силовым методом. И вот на минувших выходных истек дедлайн этого ультиматума. И что же произошло со стороны Нигера? Нигер предпринял меры безопасности, закрыл воздушное пространство, чтобы предотвратить вторжение с воздухом. Но, по сути, чтобы развязать себе руки, стрелять в чужие самолеты, если над ними будут летать. Ну, вот пока что на сегодняшний момент и все на уровне экшен. Так пока что никаких больше резких движений не было. Что будет дальше, посмотрим. А чтобы лучше понять и предвидеть события, давайте разберемся. Во-первых, что это за страны-соседи Нигера, в которых по-прежнему еще правят прозападные президенты? ЭКОВАЗ – экономическое сообщество западно-африканских стран. Посмотрим в нашу любимую Википедию. Я напоминаю на всякий случай, что Википедия – это прозападный ресурс. Там все подается именно в западном ключе. Если вы хотите докопаться до какой-то исторической правды, то не советую Википедию воспринимать как какой-то независимый, непредвзятый источник. Ну, а просто заглянуть за списком стран-членов ЭКОВАЗ можно. Вот список перед нами. Смотрите, страны Бенин, Буркино-Фасо уже не член с 26 января 2022 года, поскольку там произошел военный переворот. Гамбия, Ганна, Гвинея тоже вышла из сообщества и тоже в связи с военным переворотом в 2021 году. Кстати, в Буркино-Фасо переворот состоялся прямо за несколько дней до начала СВО. Далее смотрим Гвинея, Бесау, Кот-Дива, Кабо-Верде, Либерия, Мали. Мали тоже прекратила членство, ее исключили в 2021 году, тоже в связи с военным переворотом. У них тоже Хунта и Нигер. На днях произошел военный переворот. Далее имеем Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Тогу. Теперь смотрите, глядя на карту, мы видим, что самые крупные значащие игроки вышли уже из Эковаз, Мали, Буркино-Фасо, Гвинея. Вот теперь еще и Нигер. Из оставшихся самое крупное и значимое это Нигерия. И Нигерия, кстати, заявила, что не будет вторгаться в Нигер для восстановления прежней власти. Вернее, президент был за то, чтобы пойти против Нигера, а парламент проголосовал против. Таким образом, Нигерия тоже не пойдет против своего соседа. Вот вам, пожалуйста, действия демократических рычагов на территории Африки. Прозападный президент за, парламент против. В результате против Хунты не пойдет. Соседняя страна. Что там дальше будет? Дойдет ли до военных действий, до большой африканской войны? Это мы с вами увидим. Будем мониторить ситуацию. Конечно, всеми этими процессами извне управляет или, во всяком случае, пытается влиять Запад. В первую очередь, Франция, чьи это бывшие колонии. А точнее говоря, не бывшие колонии, а настоящие колонии, просто в современном формате. Франция, конечно же, заинтересована в подавлении всех этих Хунт, которые, по сути, являются новым движением сопротивления против неоколониального режима. Конечно, Франция не будет там действовать от своего имени. Зачем? Есть же уже прекрасная новая схемка вести войну чужими руками. С помощью стран-соседей, которые еще подвластны французскому режиму. Ссорить соседей, разжигать вражду, навязывать свою пропаганду. Все это рискует на африканском континенте в скором времени. Не дай бог, конечно, вылиться в большую африканскую войну. Опять же, это будет прокси. Запад против российского влияния. Но на территории Франции руками африканцев. А теперь еще один очень важный момент. Для желающих докопаться до какой-то сути, разобраться, где правда, где пропаганда. Вот мы говорим о западных двойных стандартах. Да, украинские Майданы они называют борьбой за независимость, революцией достоинства. А африканские события путчим, хунтой, незаконной узурпацией власти, всем чем угодно, неконституционными действиями. С другой стороны, справедливости ради мы должны задать встречный вопрос себе. Но мы же тоже называем украинские события путчим, а африканские события борьбой за независимость от неуклоняльного режима. Значит, у нас тоже двойные стандарты. Давайте в этом разберемся. Здесь есть два момента. Один на уровне слов, другой на уровне сути. Мы оба их разберем. Сначала на уровне слов, риторики. Объясню. Ну, это я уже объясняла миллион раз на своем канале, но поскольку вещь такая важная, то еще раз в данном контексте посмотрим. На уровне слов. Каждая страна, конечно же, выбирает те слова, которые в стиле ее подачи информации. То, что мы называем пропагандой. События подаются именно с той точки зрения и именно в том стиле, который выгоден данной стороне. Пропаганда есть везде, во всех странах. Хотите вы этого или нет, ни одна страна не будет говорить что-то, что звучит невыгодно для нее самой. Но и было бы странно, если бы такая страна вообще существовала в мире. Называла прямо все вещи своими именами исключительно. Тут важно понимать нашим патриотам, что в России пропаганда тоже есть. Нашим либералам надо понимать, это очень важно, что на Западе пропаганда тоже есть. Да еще какая. Наши российские патриоты мне в комментариях пишут. Нет, у нас все в России честно. Но, ребята, вы знаете, я просто прожила на Западе, в Германии, во Франции 22 года. Мне это видно. Например, когда говорят про Францию. Ой, во Франции вводят продуктовые карточки. Создают такое впечатление, что во Франции народ голодает. Порционно будут отпускать, я не знаю, по килограмм хлеба в руки. Ну, такое впечатление создается от этих репортажей, от передач. Но на самом деле эти продуктовые карточки не что иное, как просто чеки, такие бумажки, которыми вместо денег можно расплатиться в продуктовом магазине, на рынке. И их раздают малоимущим слоям населения. То есть просто вместо денег. Деньги тебе дарят на продукты. Я думаю, таким продуктовым карточкам в России очень многие люди были бы очень даже рады. А у нас это подают как вот такую катастрофу, что создается впечатление. Народ тут вообще оголодал. И в руки по килограмму одного продукта и какое-то порционирование и так далее. Но вот это вот пропаганда, это манипуляция. Мне, например, видно и очевидно, когда речь идет о Западе, что оно не соответствует действительности. То есть оно, с одной стороны, правда, с другой стороны, оно так подается, что создается неправильное впечатление. Западная пропаганда еще хуже. Не только манипуляция, но и откровенная ложь. И Украина у них демократическое государство без коррупции, без притеснения русскоязычного населения. Ну, в общем, ладно, не будем. Об этом уже много говорилось. Те же самые африканские события. Вот просто почитайте западную прессу. Пропаганда совершенно махровая. Ладно, значит, на уровне слов поняли. Пропаганда – это некий инструмент, который есть во всех абсолютных странах. Поставим на этом точку. Оно есть. Этим инструментом пользуются все страны. И было бы совершенно нелогично, если бы какая-то страна себе в ущерб что-то в невыгодном свете выставляла. Но это, так сказать, не по сути. А второй момент именно по сути. По сути, что из себя представлял украинский Майдан? Это было подготовленное событие. Извне Украину на протяжении многих лет готовили к тому, чтобы противостоять России. Воспитывали и создавали Украину как анти-Россию. Украинцы – великая прекрасная нация, и во всех ее бедах виновата Россия. Приблизительно так. Это, кстати, очень похоже на то, что происходило в Германии во времена не столь отдаленные, когда немцам объясняли, так сказать, что они избранная раса, а во всех их бедах виноваты евреи. И, так сказать, надо теперь с ними бороться. Абсолютно по той же схеме. Украинцы – великая нация, и чуть ли не все народы пошли от украинцев. Полное переписывание истории, полное перепечатывание учебников истории, снос памятников, напоминающих о роли России в истории Украины, украинизация населения, начиная с детского садика, пропаганды, какими именами можно называть детей, какими нельзя, и вплоть до формализации дискриминации русских в виде закона о коренных народах, который просто, по сути, говорит, что на Украине граждане имеют разные права в зависимости от своего этнического происхождения. И, конечно, русский народ не причислен к избранным коренным народам, хотя, конечно, полный абсурд. Русские испокон веков жили на тех территориях, которые мы сегодня называем Украиной. Так вот, вернемся к Майдану. После всех этих событий и переформатирования общества, на момент Майдана, тем не менее, все еще общество было расколото, была огромная прослойка населения, которая была против Майдана, которая воспротивилась, которая вышла на баррикады. Были очень серьезные столкновения. Я не говорю уже про весь Донбасс, но были протесты и в Харькове, но там просто вышли нацики и начали стрелять по людям. Так сказать, желание сразу улетучилось протестовать в Одессе. Сами знаем, что произошло до сожжения людей заживо. Ну и, конечно же, Донбасс, который сопротивлялся. Крым, в котором был проведен референдум, и население буквально единогласно проголосовало за выход из Украины и присоединение к России. Вот такие процессы, такое сопротивление населения было. И до сих пор, если вы приедете в Восточную область, на Донбасс, я разговаривала лично с людьми, которые там проживают. Население в большинстве своем не поддерживает этот Майдан 14-го года, знает, что по ним, по мирным жителям стреляли в СССР. Ну, в общем, все это известно. То есть в обществе было очень большое сопротивление, несмотря на промывку мозгов в течение многих-многих предыдущих лет. Несмотря на... Теперь, было ли что-то подобное в африканских странах? Вот произошел путь в Нигерии. Но где мы видим сопротивление? Где мы видим, чтобы население было против? Все население за путь. Нам, западные СМИ, изо всех сил, из кожи лезут вон, стараются изобразить, что там какое-то сопротивление есть. Но не могут этого изобразить. Мы видим массово люди идут, ну, просто толпы с лозунгами против Франции, за Россию. Нам показывают какую-то жалкую кучку из 10 человек, которые требуют прежнего президента. Ну, что это такое? Кстати, Нигер — это самая бедная страна в мире. И я думаю, это жалкая демонстрация в поддержку прежнего правительства. Но, я не знаю, раздали людям по 20 долларов. Я думаю, за такие деньги найдутся люди, которые скажут не то, что они думают. В самой бедной стране мира. Это максимум того, что нам Запад готов предъявить и изобразить в качестве протестов населения против хунты, путча, антиконституционной смены режима. Эти злые, ужасные путчисты никого массово не расстреливают. Население не пытается проводить какие-то референдумы за восстановление прежней власти. Ничего такого нет. Никаких таких процессов не происходит. Вот вам по сути, что было на Украине, а что происходит в Африке. На Украине огромное сопротивление населения. И это после многолетней промывки мозгов, переписывания истории и так далее. В Африке ничего подобного мы не видим. Никаких референдумов, никакого желания восстановить прежнюю власть демократическую. И никаких расстрелов мирного населения в массовом порядке мы не видим тоже. Вот такие злые путчисты пришли к власти. А все население им аплодирует. В этом как раз и разница. И вот это как раз по сути. То есть надо понимать. Есть момент на уровне слов. На уровне слов, да, везде одно и то же. А если мы взглянем на суть дела, надо смотреть, что реально происходит в населении. Население кого поддерживает? И более того, если я вернусь к своему африканскому видео, которое я где-то год назад сняла, тогда уже западные СМИ говорили про Нигер, что, ой, к счастью, в Нигере у нас там свой президент, который демократический и западный, но его не поддерживает население. То есть это писали уже западные СМИ черным по белому тогда еще. Они знали, что этого их ставленника, марионетку, не поддерживает местное население, и что ему будет тяжело удержать власть. Вот эти моменты, они как раз по сути. То, что на словах, это всегда будет одно и то же. Каждая страна поет в свою дудку. Это, так сказать, нормально. Я бы сказала, это естественно. Я не хочу сказать, что это хорошо, что это нормально, что это правда, но это естественно для политики. А для понимания и для сути вот именно важно смотреть, что происходит в населении, кого реально люди поддерживают. Надеюсь, со временем, конечно, все разберутся, расставят эти точки над «и» для себя, но это все трудно. Поэтому мы с вами продолжаем оставаться на связи, разбираться в событиях, задавайте свои вопросы в комментариях, пишите свою реакцию. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск мой что-то для вас прояснил. Также, напоминаю, не забывайте подписываться на Телеграм. Это очень важно. Я вам выкладываю там новости ежедневно, в более регулярном формате. Поэтому остаемся на связи таким образом. А здесь на видеохостинге Рутуб, Ютуб, Яндекс.Цен. Не знаю, где вы меня смотрите. Я с вами прощаюсь до новых скорых видео. Пока!